Столица России и Москве 20 часов 6 минут. Это радио Финам ФМ. Частота 99,6. Как обычно по четвергам в это время. В эфире программа Искусство Возможного. В студии Роман Бубаян. Добрый вечер. Наши граждане стали покупать меньше водки. С начала года продажи этого спиртного напитка в регионах России упали на 25%. Есть такие данные. Тем временем уже в ближайшее время в России может быть разработан и принят новый жесткий антиалкогольный закон. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. Одним из пунктов этого закона может стать запрет на показ сцен с употреблением алкоголя в кино и на телевидении. Герасименко считает, что так же как и в случае с ограничением потребления табака, сцены с распитием спиртных напитков можно оставить на экране только в тех случаях, когда они являются неотъемлемой частью сценария. Например, если режиссер вдруг решил снять фильм про какого-нибудь алкоголика. Кроме того, в пакет антиалкогольных инициатив входят санкции в отношении взрослых, цитирую, за вовлечение ребенка в процесс питья. По мнению авторов этой законодательной инициативы необходимо штрафовать всех взрослых, которые по просьбе подростков покупают в магазине водку или пиво, а также тех, кто наливает детям. И не важно кто это, родители, опекуны или старшие братья. Как именно будут выяснять, кто-то налил или не налил, тут вот ничего об этом не говорится. Наиболее важным пунктом программы считается закон 21-21, который запретит продажу спиртных напитков тем, кто младше 21 года. В отличие от двух других инициатив, именно этот момент уже оформлен в законопроект, то есть практически готовый закон. Будет ли принят в России новый антиалкогольный закон? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно с нашими гостями, которые уже присутствуют в нашей студии. Я их сейчас представлю. Это Михаил Смирнов, главный редактор сайта алкоголь.ру. Добрый вечер. Добрый вечер, Роман. И Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Все правильно? Все правильно. Все правильно. Добрый вечер, Павел. Также хочу напомнить номер телефона, по которому любой может позвонить в нашу студию и задать вопрос мне или моим гостям. Это 6510996, код города Москвы 495. И я хочу еще запустить смс-голосование. Вопрос, я думал перед эфиром, как его сформулировать. Сформулирую я его следующим образом. Если вы за то, чтобы в России была введена госмонополия на продажу спиртного, и чтобы спиртные напитки можно было приобрести только в специальных государственных магазинах, то пришлите букву А на короткий номер 5533. Если вы против этого и хотите, чтобы спиртное можно было купить, в принципе, в любом магазине, то есть, чтобы ничего по большому счету не менялось, то пришлите букву Б, соответственно, на тот же номер 5533. Итак, мы начинаем. Павел, ну, наверное, с вас начну. Хочу сразу про кино и про телевидение. Вот вы мне скажите, по новому законопроекту пьющие люди должны вообще исчезнуть из любых кадров. И в кино, и на телевидении. Это про новые фильмы. Тут я еще как-то могу понять. А можно что-то вырезать, можно не снимать такие сцены, можно отказаться там от этой сюжетной линии. Что будем делать со старыми фильмами? Огромное число отличных совершенно фильмов, которые являются нашим всем, в котором главные герои нет-нет, там, ну, что-то выпивают, там, Штирлиц за... В день 7 ноября, да, когда в Москве, вы помните эти кадры, да, он вспоминает, как парад на Красной площади, он так раз, закрыл все двери, окна, быстренько выпил там что-то такое, картошку... Потом холд, бутылка по голове... Не-не-не, это другая история, да. А потом картошка была в камине, помните, да, запеченная. Потом вышел, закурил. То есть вот по двум параметрам... Он там вообще курит, не вынимает. Да-да-да-да-да, то есть по двум параметрам 17 дней невесны у нас уже в графе дано. И таких фильмов огромное число. Что будем с этим делать? Бегущей строкой дополнять вот эти вот все сцены. Бегущая строка какая? А вреде употребления алкоголя, вреде употребления табака. То есть мы смотрим кино, а внизу даем титр. Конечно. Нормально будет смотреться, как считаете? Приемлемо, приемлемо. Вы знаете, все это вообще рассчитано не на нас с вами, да, у нас уже свое мнение сформировалось по поводу курения, по поводу алкоголя. А это все рассчитано на подрастающее поколение, прежде всего на детей, которым еще только предстоит сделать выбор в пользу алкоголя и табака, либо этого выбора не делать. То есть вот когда они смотрят, ну Штирлиц, безусловно, положительный герой. То есть он постоянно курит, ну и время от времени выпивает. Работа нервная, на секундочку. Хотя я думаю, что молодежь сейчас... Ванном управлении имперской безопасности. Сейчас Штирлиц уже меньше, намного волнует, чем, скажем, времена, когда мы были молодыми. Но есть фильмы такие, которые действительно являются классикой, да. В бой идут одни старики с легким паром. Да-да-да. Там в бой идут одни старики, они пьют практически за победу. 30% диалогов это про то, что давайте выпьем за тот, давайте выпьем за это. Естественно, это стереотипы определенные формируются у молодежи. Вот они смотрят, ну что, хорошие же люди, то есть они там за родину сражаются, но при этом нормально совершенно бухают. И вот это вот за победу, вот это как мантра звучит, вот она намного сильнее, чем скучные разговоры о вреде пьянства. И о том, что это вообще алкоголь разрушает мозг, там, значит, приводит к деградации личности и так далее. То есть всегда вот, когда представляешься человеку, который это говорит, ну, какой-то такой скучный, скорее всего, так сказать, уже зашитый товарищ, да, которому там уже здоровье не позволяет. То есть воспринимается не очень искренне, не очень искренне это воспринимается, прежде всего, молодежью, детьми. И поэтому вообще, конечно, вот новые фильмы нужно подвергать самоцензу самому режиссеру, когда он собирается только еще снимать этот фильм, когда знакомится со сценарием и постараться избежать. Да, он должен быть жесткий, давать установки сценаристам, ни в коем случае не прописывать ничего, связанное с алкоголем и с сигаретами. Либо это будет выглядеть комично, этот фильм, вот когда, так сказать, там сцена, когда там романтическая пара собралась на вечер при свечах, там, с бокалами шампанского, и снизу там будет идти бегущая строка о вреде употребления алкоголя. В старых фильмах это не будет смотреться комично, потому что это уже вот наше все, да, классика, а вот в новых комично. Если мы хотим что-то менять, если мы хотим что-то менять, то с этим придется смириться, потому что настолько же комично смотрелась реклама пива по телевидению в диких количествах. Значит, пейте там пиво пенное и так далее, да, значит, и там сравнивалось с некой такой брутальностью, там, с некоторым таким поведением достойным подражания, когда там, значит, сначала люди ходили, потом людей запретили, стали, значит, людей как-то имитировать или просто, значит, булькать это пиво стало по телевизору, да. Но это же тоже комично, вот сейчас уже все понимают, просто как это взяли и запретили, а в середине 90-х годов точно так же рекламировали водку по телевидению. Я здесь с вами соглашусь, вот точно такие же споры жаркие были, когда мы приняли решение указывать возрастную категорию, да, в тех или иных программах, там 12+, 16+. Я даже помню, когда я на телевидении делал программу, вот, собственно, по этой теме, я спрашивал перед началом своего выпуска, там, спросил у публики, которая была в зале, я говорю, вы знаете, вот, что такое 12+, 16+, люди сказали, что мы думали, что это погода, когда я им объяснил, да, что речь идет о возрасте. Здесь я с вами соглашусь, можно привыкнуть будет к этому, но, вы знаете, я вот, чего не могу понять, мы можем с вами вообще, в принципе, запретить даже такие слова, как алкоголь, водка, коньяк, пиво и так далее, и сказать, что эти слова мы не должны произносить никогда, нигде. Нет, нет, я сейчас, я понимаю, нет, я просто сейчас мысль свою хочу все-таки донести до вас, можем даже вот так вот радикально подойти к этой проблеме, но те же самые молодые ребята, девочки, они же живут не на Луне, они же ходят вот по тем же самым улицам, они видят, что происходит вокруг, многие из них живут в семьях, где эти напитки, на самом деле, пьют вместо чая, такие семьи у нас, к сожалению, тоже есть, и, ну и что, что нам это даст? А вот я вам скажу, что вот буквально на этой неделе, 19 ноября, во вторник, было принято во втором чтении поправки в уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс и кодекс административных правонарушений. Ну, в частности, ужесточились штрафы за распитие алкогольных продукций в запрещенных местах, в частности, на улицах. Значит, штраф увеличился до 5000 рублей и впервые вводится ответственность в виде административного ареста на 15 суток за распитие алкоголя на улице, в том числе и пиво. Значит, да, раньше этого не было. Значит, за появление в пьяном виде усилились штрафы, значит, до 1500 рублей, либо административный арест на 15 суток. Значит, штрафы для родителей, если их ребенок шатается, ну, которому еще нет 16 лет, в пьяном виде или просто его застали за выпиванием, штрафы для родителей теперь увеличиваются с 500 до 2000 рублей. Даже в том случае, если ребенок неблагополучный и просто убежал из дома, и родители вообще без понятия, чем он занимается, почему он убежал и сами обзванивают там в морге больницы в поисках этого ребенка. Для этих родителей, ну, если его нашли уже, да, привлекли к административной ответственности, значит, это хорошо. Значит, доброе дело сделали до ролики, нашли его ребенка. Их штрафовать будем на 200 тысяч? Конечно. Не на 200 тысяч, извините, на 2000. А, господи, я думал, на 200 тысяч. Вы представляете, думаю, что сейчас будет? Сейчас у нас телефон взорвется просто от звонков родителей, 200 тысяч, люди такие деньги даже и не видели. Но, если продолжить про родителей, то в увлечении несовершеннолетнего в пьянство, употребление алкоголя, может наказываться уголовной ответственностью сроком, если это родители сделали, до 5 лет. Как узнаем об этом? Я думаю, что вот уголовная ответственность, она вводится только в всех случаев, когда действительно ребенок пострадал, если у него проблемы со здоровьем появились, и это является доказуемым фактом, что действительно родители виноваты. То есть все у нас... То есть это следователи будут работать, выяснять. Через суд, естественно. Кто заставил ребенка выпить? Это будут работать следователи. Естественно, да. Но это до 5 лет лишения свободы, понимаете? Это серьезно. И то же самое, если это сделали учителя, такая же ответственность. Еще и учителя. Конечно. А если это с применением насилия сделано, то до 6 лет... С применением насилия это что такое? Это взяли, связали и... С угрозами. Или с угрозами, или с применением насилия. То есть вот это уже принято во втором чтении, и я думаю, что может даже с 1 января вступит в силу. В общем-то, ну в то же время административная ответственность установлена за влечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. Там штрафы не столь высокие, но тем не менее они увеличены до 5 тысяч рублей для родителей. Ну то есть если ребенку налили на Новый год бокал шампанского, да, то все, готовьте 5 тысяч. 5 тысяч рублей, да. Ага. А как узнаем? Ну, вот это вот органы внутренних дел должны составлять соответствующие протоколы административных правонарушений. Нет, в принципе, можно заявить на это. Я просто представляю, вот мы с вами, мы с вами, кто должен заявить. Секундочку. Ребенок пойдет заявить, что мне налили шампанское, а не хороший папа с мамой. Я пойду заявлю, понимаете. А вы откуда узнаете? На тех, кто это делает. Я предупреждаю всегда, между прочим, я серьезно говорю, когда на свадьбу или на Новый год ребенку наливают шампанское, да, допустим, прихожу к кому-нибудь в гости, да, это вижу. Я предупреждаю, что за это грозит вплоть до уголовной ответственности. Я это на полном серьезе делаю. Отлично, отлично. Потому что чему потом удивляться после того, как дети, вырастая, начинают спокойно... Я понял, Павел, отлично. Знаете, что я вспомнил? В Германии, в Германии, с моим оператором, приехали в гости к немцу. Немец угощает там кофе, пирожные, печенье, значит, налил нам немножечко коньячку, мы выпили коньяк, буквально, ну как вот немцы пьют, там, две-три капли, да, выпили коньяк и часа через три попрощались, сели в машину и уехали. Только за угол завернули, нас полиция останавливает. И начинают, значит, проверять нас именно на алкоголь. Я у оператора у своего спрашиваю, я говорю, Юр, дорогой, скажи, пожалуйста, это что же за чутье такое? Обычно в Германии там полицейскую вот эту вот машину, да, там, они же не прячутся, их практически нет, там, да, периодически, так очень редко их видишь, а тут они четко в нужном месте, в нужное время. Он говорит, ты знаешь, это вот человек, у которого мы были в гости, это он их вызвал. Я говорю, да не может быть, точно он. Мы возвращаемся, неужели ты? Штрейк-брейкер. Он говорит, я, да, потому что я за вас переживал, да, вы же выпили коньячок, да, сели в машину и поехали, а вдруг там, не дай бог, да, вы представляете, я понял, что в Германии, наверное, будет тяжело мне жить, если я когда-нибудь там окажусь. В продолжение, буквально, минуту, вот, знаете, вы наверняка ведь сталкивались с такой картиной, приходите на новоселье, на день рождения кому-то, садятся родители, взрослые, значит, садятся дети за одним столом, выставляются бутылки разнообразные, и тут же начинается там дегустация вин, смотрите, какой оно хорошее, а вот я-то вот то пел, а вот это вот. Никогда такого не видел, вот я видел только детям, детское шампанское ставят на стол, ну, за детское шампанское-то, Павел, нормально же, да, правильно? Извините, взрослые при детях пьют, при детях, и, причем, все это ассоциируется с праздником, поднимает тосты, дети, значит, с лимонадом тоже в этих тостах участвуют, но родители-то пьют, извините, вот это что, не увлечение детей в пьянство? То есть это, они же потом будут копировать и воспроизводить, то есть вот у детей там в песочнице, извините меня, игры с тостами, это нужно прекрасно отдавать себе отчет, чем все кончится. Вы меня испугали, и я вынужден сейчас от испуга уйти на рекламу, вернемся через минуту и продолжим суперинтересный разговор. А что делать, пьянство только страхом лечится, серьезно. Я понял, и у нас звонки наших слушателей, готовьтесь, они сейчас скажут всю правду. Еще раз добрый вечер, это радио Финам-ФМ, частота 99,6, в эфире программа «Искусство возможного», и сегодня мы говорим о инициативе некоторых наших депутатов внести на рассмотрение Государственной Думы новый антиалкогольный закон. Говорим мы с нашими гостями, я их сейчас еще раз представлю, это Михаил Смирнов, главный редактор сайта «Алкоголь.ру» и Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Телефон студии, по которому вы можете позвонить и задать вопрос мне или моим гостям, 651099,6, код города Москвы 495, а также у нас идет смс-голосование. Вопрос я сформулировал следующим образом. Если вы за то, чтобы в России была введена госмонополия на производство, реализацию спиртных напитков, причем реализацию в специальных магазинах, то пришлите букву А на короткий номер 5533. Если вы против этого и хотите, чтобы все осталось так, как есть, то букву Б на тот же самый короткий номер. И сейчас давайте послушаем, у нас есть звонок нашего слушателя, уже давно человек ждет, давайте мы его послушаем, а дальше продолжим нашу беседу. Сергей, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я безусловно за введение госмонополии, тут даже вообще вопросов нет. Отлично, букву А отправили? Ну, конечно, отправил. Так, да, слушаем дальше. Ну, что не отправить. Безусловно, согласен с вашими гостями о необходимости запрета рекламы алкоголя на средства массовой информации, безусловно. Реклама, так, понятно. А сцены, когда в фильмах уже художественных, допустим, кто-то пьет? Сцены будем, трогать не будем, ну, не стоит. Старые фильмы, а новые? Будем снимать в сюжетной линии, оставим такие сцены или нет? Я не знаю, вот этого я не знаю. Здесь не знаете, хорошо. На усмотрение киношников, ну, все-таки это их епархия. Творческие люди, да, все понятно. Вот, я про совершенно, хотел сказать, про совершенно традиционную для России, ну, вот я слышал, там упало производство или продажа, не важно. Реализация, да, реализация, продажа водки, да. Да, водки. Ну, так она же заместилась в продукции домашнего приготовления, естественно. Причем, у меня к этому, на самом деле, отношение позитивное. Не далее, как вчера, я был на дне рождения, где участвовал в дегустации. Сомогон. Вернулся домой совершенно трезвый, да. Настоек, самодельных настоек на самопроизведенном продукте. Но это же в магазинах не купишь. Это же, это качество, люди, вполне интеллигентные, взрослые люди, ну, я тоже уже не пацан, они заботятся о своем, в том числе и здоровье. Они пьют регулярно. Регулярно, это что такое, не пугайте нас. Ну, я не знаю, это периодичность, но для этого, ну, я не знаю, не на каждый день, это не способ экономии денег. Так. Это возможность потреблять качественный, хороший продукт, он действительно хорош, на фантазийных, на традиционных, на стоях. Я понял, я понял, то есть, да, народные рецепты, да, бабушкины записки, дедушкины рецепты и так далее, да. Я сейчас беру, там, деревенский самогон, который невозможно вообще, так сказать, потреблять, но я даже не об этом, а удел производства хороших алкогольных напитков, оно, по-моему, смещается в сторону домашнего производства. Хорошо, я понял, я понял, да. Сейчас мы попробуем спросить об этом Михаила Смирнова. Михаил, вот смотри, действительно, статистика говорит о том, что продажи водки упали, и я хочу понять, мы, наши люди, стали меньше пить, или это действительно вот переход на какие-то другие напитки, о котором нам только что вот Сергей рассказал? Ну, давайте начнем с того, что в России никогда сильно много-то и не пили. Так. Так уж традиционно сложилось, что Россия где-то двадцатое место в мире по потреблению алкоголя занимает. Подождите, нам все время говорят о том, что мы спиваемся, что мы там чуть ли не впереди планеты все, и что это мифы? Вы знаете, я слышал, что в Москве ходят медведи, и водку пьют из самоваров под развесистой клюквой. Вы не встречали развесистую клюкву? Ну, я тоже это слышал, да, скажем так. Я продолжу. Значит, на самом деле, здесь как-то есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Значит, официальное производство водки, естественно, снизилось. Но объем потребления остался тот же самый, на круг, может быть, чуть-чуть добавился. Но это не от того, что люди стали просто спиваться, а потому что изменилась немножко экономическая ситуация. Когда нет работы, уже давно замечено социологами, проблемы с работой, проблемы с занятостью, народ потребляет больше. И как следствие, да, народ начинает больше пить. Как следствие. Это не свойство организма. Ну, для примера, да, вот есть Свердловская область. Значит, за прошедший год закрыли все производства в Свердловской области водки местные. Борьба с пьянством и алкоголизмом. Значит, бюджет Свердловской области потерял 10 миллиардов рублей? Сразу. Сразу. Так. Поскольку раньше платили акции здесь, теперь акции заплатят там в Татарстане, в Башкирии, где-то в другом месте. Водку продают, деньги вывозят. Но, самое страшное, что количество отравлений с 2010 по 2013, 9 месяцев 2013, выросло в 13%. Количество смертей на 7%. Контрафакт увеличился в 11 раз. А все отрапортовали. Мы закрыли заводы и точки продаж. То есть, я понял, то есть, в результате вот этих вот всех действий люди не стали пить вот эти вот вкусные напитки, о которых говорил Сергей, стали пить какую-то дрянь, что ли? Не-не-не, алкоголизм, самогон я, в принципе, не беру, потому что по нынешним временам вот тот самый вонючий самогон, как он был, так он есть, но самогоном вареньем занялись, ну, успешные состоявшиеся люди. Вы знаете, что сейчас в Москве самым лучшим подарком мужику является самогонный аппарат? Нет, не в курсе. Огромнейшее количество блестящих, медных, красивых, с технологиями, со списками материалов, какие что и как. Это вы серьезно сейчас? Серьезно? Это самый... Среди моих знакомых нет таких людей. А вы их спросите? Ну, я спрошу, но я что-то ни у кого не видел самогонного аппарата. Хорошо, а вот Михаил, скажите, когда государство наше принимало решение об увеличении стоимости, допустим, там, бутылки в водке, да, акциза, да, о каких-то там запретительных мерах, о том, что нельзя будет продавать, соответственно, покупать на вокзалах, в аэропортах, вблизи там учебных заведений и так далее, и так далее, и так далее. Преследовали какие цели? Говорили, что люди будут вынуждены меньше пить, я помню это, то есть будет сложность приобретения, соответственно, будут меньше пить. И говорили, что люди будут пить, там, я не знаю, качественную, ну, дорогую качественную водку, и таким образом и бюджет еще выиграет, да, получит какую-то прибыль. А в итоге что получилось? Что ни того, ни другого? В итоге получилась довольно интересная картина. Себестоимость бутылки водки, ну, на круг, на круг, со стеклом, с пробкой, с этикеткой, с доставкой, где-то 25 рублей. Все остальное 175 рублей вы платите государству акцизы и налоги. Ну, там еще немножко берет себе торговля. То есть, по факту, у нас уже есть госмонополия. Повышение, существует психологическая, ну, психологическая финансовая ситуация, по которой цена водки не может превышать, ну, в данном случае, вот у нас в России на данный случай выше 100 рублей. Дальше начинается активно развиваться контрафакт, активно развиваться третья смена, активно развиваться привоз спирта, он становится выгоден. Активно развиваться самогоноварение на продажу. Не для себя, а на продажу. Я понял. И получается очень простая вещь. Если сейчас на каком-то магазинчике на окраине подойти, стоит общественность, в 11 часов время уже продажа закончена. В магазине водку вам не продадут, и она стоит 200 рублей. Люди подходят к этой общественности и говорят, ребят, как бы нам бутылку? Ну, давай 100 рублей, мы тебе принесем. Акцизка, без акцизка, то есть, грубо говоря, левая акцизная марка, бутылка водки, получается очень выгодно всем. Кроме государства. Но, сейчас, почему государству сейчас пока что выгодно? Потому что рост акцизов опережает снижение потребления. Ну, есть в стране категория людей, которые как покупали бутылку водки раз в месяц или раз в неделю, так они и будут покупать. Состоявшиеся. Я понимаю, я понимаю. Но, Михаил, смотрите, какая история. Если мы говорим с точки зрения выгоды государственного бюджета, то государство должно было бы сделать следующее. Увеличить максимально акциз и при этом продавать эту водку на каждом шагу. И тогда государство, государственный бюджет будет зарабатывать огромное число денег. Ну, подождите, ну как не будет? Если доступность, доступно, не надо идти вот к этой общественности, про которую вы рассказываете в один час вечера. А пришел там, я не знаю, в любую палатку, купил там и ушел, да? А, но это с точки зрения выгоды государственного бюджета. Но есть еще такое понятие, как здоровье нации. Вот об этом идет речь. Как только, понимаете, говорят, что стоимость бутылки 500 рублей, да? Вот надо сделать стоить 500 рублей, но делать ее качественную, и тогда будут потреблять. Не будут. Все равно не будут. Себестоимость самогона, да будет вам известно, при массовом производстве, получается около 15 рублей литр. И кто вам за 500 рублей будет покупать, в конце концов, вы сами уже начнете коситься на самогонный аппарат. Или, предположим, если хватает зарплаток, идти в кафе, в ресторан. Я понял. Давайте послушаем звонки. У нас Рустам, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Обсуждалась тут госпонополия на алкоголь. Хотелось бы немножко напомнить историю, то, что государство вводило госпонополию только с одной целью, заработать денег. Вот хотя бы по истории Российской империи, если не брать Советский Союз. Ну вот только что Михаил с нами не согласился. А тут есть еще чисто медицинский аспект, который мы упускаем. Лечение острого токсического гепатита, вот мы считали в 2009 году. Совершенно верно. Обходилось где-то в районе 700 тысяч рублей. За бутылку водки в 100 рублей, ну сейчас уже фонд ОМС, он расплачивается 700 тысячами. Просто представьте такое. Никакой акции это никогда не покроет. Соответственно, если государство будет стремиться заработать эти деньги, оно будет точно так же терять. Причем терять будет больше, но уже на лечении. Уже на лечении. Больше, но есть маленький нюанс. Уже на лечении. Да-да-да. Фонд ОМС постепенно скидывает с бюджета. То есть, соответственно, уже так или иначе, не пьющие будут платить за пьющих, а своими очистениями ОМС, которые будут обязаны лечить на таких людей, которые либо отравились водкой, либо с водкой что-то пили, либо еще выпили какой-нибудь денатурат. Вот так, наверное, получится. Все понятно, да. Да, вот моя позиция такая, потому что госмонополия, она не направлена на то, чтобы нация была здоровее. Речь идет не о здоровье нации, да, а речь идет именно о зарабатывании денег. Вот ваша позиция. Именно о зарабатывании денег. Это с водкой, это несовместимо, опять же, на мой взгляд. Я понял. Вот, в принципе, моя позиция такая. Спасибо. Госмонополия здесь не поможет. Спасибо. Действительно, ведь очень многие эксперты говорят именно об этом. Они говорят, что, слушайте, ну хорошо, мы можем, там, я не знаю, сделать все, что угодно, но потом на лечении людей, которые спиваются, мы тратим значительно большее количество денег, чем мы их зарабатываем. Михаил, отвечайте. Очень простой момент. Я перед этим еще говорил. По Свердловской области. Убрали местных производителей. Ограничили время продаж. Сократили количество магазинов. Да, да, да. Количество отравлений выросло на 13%. То есть, если мы загоним водку... Кто лечит этих людей? Опять государство. На деньги налоговоплатишь. Чем они травятся? Они травятся спирт с содержащими жидкостями. Суррогаты. Конечно. Хорошо. Сразу вопрос. Вот это, это самая распространенная точка зрения тех, кто выступает за любые антиалкогольные шаги государства. Говорят о том, что если мы принимаем какие-то ужесточения, то люди все равно будут пить, но при этом пить они будут что угодно. Стеклоочищающую жидкость. Такое я помню, да, было в наше время, вы помните, когда Горбачевская вся эта компания, да, происходила. Там, я не знаю, будут какие-то бутерброды делать из гуталина, потом съедать этот черный хлеб. То есть, ну, вы же понимаете, тут фантазия просто безгранична, и вот от этого люди будут травиться и умирать. Вот что скажете? Ну, тут еще проще. На самом деле, действительно, повышается акциз, ужесточается государственное регулирование оборота спирта. То есть, это самая зарегулированная сейчас сфера в нашей экономике. То есть, это отдельно взятая продукция, в которой есть отдельно взятая ведомство. То есть, такого нигде больше нет, да. Но, тем не менее, все равно полумеры. Ну, во-первых, ужесточается акциз, если вводится дополнительное увеличение ставок акцизов, в то же время существуют и льготы по акцизам. Для спиртсиджащих жидкостей медицинского назначения, которые акцизам не облагаются. Поэтому у нас настойка боярышника, самопродаваемое лекарство в аптеках, причем в денежном объеме, а не в количестве. То есть, предлагаете настойку боярышника, Павел, тоже продавать, как он в специализированном магазине. И обложить акцизом для начала. Обложить акцизом. То есть, с этими предложениями... И тогда она будет стоить в разы дороже. Сколько она сейчас стоит? У меня только рука устала писать вот эти вот предложения, да. И, то есть, вот, 15 лет в ВОЗ она не там. То есть, не решается этот вопрос. То есть, там, бюджетный комитет Госдумы тормозит его решение. То есть, отказывается, все говорит, не хотим смотреть и все. То есть, вот так буквально. То есть, вот сам господин Макаров, так сказать, он говорит, мы ему не будем это рассматривать. Не хотим. Вот и все. И, понимаете, с другой стороны, есть льготы на парфюмерно-косметическую продукцию в емкостях до 100 миллилитров. То есть, тоже безакцизная идет продукция. То есть, вот это вот действительно можно пить. Да. И это специально изготавливается для того, чтобы это пили. Да. Конечно, это алкогольная суррогата, понятно. И, кстати говоря, на парфюмерно-косметическую продукцию есть в ГОСТе изменения приняли в начале 2000-х годов. Туда можно лить технический спирт. То есть, пожалуйста, лейте технический спирт и пейте его на здоровье. Понимаете? То есть, это такая проблема существует. Но я хочу сказать другое. Ну, вот и получается, Павел, получается, если мы ужесточаем, народ будет пить вот эту дрянь. Надо закрывать эту лазейку активную. Это совершенно точно. Но знаете, вот в чем проблема? У нас губернаторы заинтересованы в производстве собственной водки. То есть, они получают и производство пива, и производство вина, и производство слабоалкогольной продукции. Почему? Потому что с водки идет 40% в их региональный бюджет, а с возной ничего им не идет в региональный бюджет. А с пива, с коньяка, с вина идет 100% в региональный бюджет акцизов. То есть, есть, как бы, зависимость бюджетов регионов от производства алкоголя. Ну, какой-то странный у них бизнес, Павел. Вам не кажется? Странный бизнес. Да, с другой стороны. Они разрешают, они получают эти 100% от коньяка вина, там, сколько-то там от водки, а потом они этих людей лечат из бюджета того же самого региона. То есть, вот говорят, послушайте, говорят сейчас, секундочку, что вот это люди пьют, потому что у них нет работы. А может быть, у них нет работы, потому что они пьют. Вы знаете, вот с утра выпил, весь день свободен, да? Есть такая поговорка. В общем-то, вся проблема в том, что трудовые потери, человеческие потери у нас из-за алкоголя колоссальные. То есть, вот по прогнозам Росстата у нас к 2030 году 0,9% будет естественной убыль населения в год, понимаете? То есть, это уже мы идем, как нация, вот по пути деградации, и в том числе из-за алкоголя. У нас звонок. Сергей, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу обратить внимание еще на один такой аспект монополизации государственной. Ну, вот все, за что берется государство, обычно оборачивается результатом прямо противоположным, который ожидался. Вот это усиление монополии государства, оно просто окончательно убьет в алкоголе продукт и превратит его просто в абстрактную дозу тела у спирта разной концентрации. Вот. И в результате, скажем так, только те, ради слои населения, скажем так, ради которых все это делается, ничего и не заметят. А, скажем так, все остальные, которых хоть как-то интересует маломальская эстетическая составляющая этого продукта, вот они-то как раз и страдают. Вот, собственно, все, что хотел сказать. То есть алкоголики, да, вот вы про них, да, они не заметят, да? Они как-то покупали абстрактно, там, вот, С2H5OH. Да-да-да-да. В чем он содержится? Ага. Вот я могу про себя сказать, я не отношусь к трезвенникам, но нашу водку я пить перестал. Я покупаю продукт, который стоит встроить дороже ее, но он, по крайней мере, что-то себе не... А если, я понял, Сергей, а если вы будете иметь возможность купить точно такой же продукт, но в специализированных магазинах? Как вам такой вариант? Я просто не верю в то, что я смогу купить такой продукт у государства. Ага. Хорошо, позиции... Вот, собственно, все. Позиция ясна, да, мы уходим на рекламу, вернемся через несколько минут, и у нас еще есть звонки слушателей, и начнем сразу с них. Еще раз добрый вечер, это радиофенам-ФМ, частота 99,6, в эфире программа «Искусство возможно» у студии Роман Бабаян. И говорим мы сегодня об инициативе наших депутатов ужесточить... Продажу. Продажу, да, продажу алкоголя. Говорим с нашими гостями, я их сейчас назову, это Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, и Михаил Смирнов, главный редактор портала «Алкоголь.ру». Телефон, по которому можно позвонить в нашу студию, 6510996, код города Москвы 495, а также у нас идет смс-голосование на сайт, смс-голосование. Вы можете присылать букву А, если вы согласны с тем, что государство должно ввести госмонополию на реализацию и производство алкоголя через специальные магазины. Если вы не хотите, чтобы у нас что-то менялось, и если вы за то, чтобы у нас сохранилось все так, как вот существует на сегодняшний день, то пришлите букву Б на короткий номер 5533. Мы продолжаем, да, у нас звонки наших слушателей. Игорь, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Да, здравствуйте, слушаем вас. Да, здравствуйте. Ну вот я хотел сказать, что следующее. Я сам работаю в киноиндустрии, участвую в создании фильмов. Я не режиссер, но административное управление. Да. И еще связано с национальным сценарием. Да. Вы знаете, достаточно интересный факт. Ведь мы можем снимать пропагандистские фильмы, где будет представлено два, так сказать, героя, отрицательный, который пьет много и там не работает, и положительный, который вот как раз ходит в спортзалы, занимается... Видите, как бы это приводит его к какому-то замечательному результату. Вот. Это что касается запрета показов в кино. Поэтому, на самом деле, мне кажется, это глупо вот так вот брать и ограничиваться. А второе, что хотел сказать, вот, ну, конечно, нужны комплексные меры, вот. И одна из них – это занимать молодежь тем, чтобы она в свободное время свое проводила заниматься каким-то интересным делом. Ну, это спорт и какие-то другие еще кружки, которых большое количество было в СССР. И я хочу сказать, что в моей семье, где я жил в СССР, и выставляли напитки на праздник на столы, это никак не способствовало тому, что я вот вырос и стал безбожной пить. То есть, наоборот, я стал заниматься интересным делом в этой жизни и так же занимаюсь... Ну, вот Павел с вами активно не согласен. Именно вот в тот момент, когда вы сказали, что, ну, вот, видели, как в семье там кто-то выпивает там по праздникам, и это не помешало вам стать человеком. Павел считает, что такой вариант просто невозможен. Нет, почему? Человеком можно стать. Можно, да? Потому что при этом, ну, наверняка, человек выпивает, это точно... Слушайте, Павел, ну, подождите. Что плохого в том, что человек может выпить, допустим, там, 20 грамм коньяка для расширения сосудов? Да, и где вы видели таких людей, которые пьют 20 грамм для расширения сосудов? Вот, наверное, только единственный человек. Вот Михаил говорит о том. То есть, всё коварство алкоголя как раз заключается в том, что вот эту границу очень сложно. Вот она проходится моментально. Вот зачем передёргивать? Кто бы там, чё бы не говорил про культуру потребления алкоголя, её не может быть, как не может быть культура потребления одной или двух сигарет. Ага. Стоп, 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 стоп. Вы слушаете, да, Игорь? Вы слушаете нас, да? Да, я слушаю, но я просто не знаю, как включиться. Включайтесь, включайтесь. На самом, сейчас, Михаил. Когда-то водка в СССР была очень качественной, и при этом, как бы, полетели первые в космос, было очень много замечательных учёных, писателей, а получается, что в этих семьях никогда не пили ничего. Ну, я никогда, никто в это не поверит. Самое главное, может быть, проводить такую работу социальную, чтобы учить, если родители сами не умеют, учить родителей влиять на детей так, чтобы они в своей жизни, взрослой, как раз вот умели довольствовать всю граммами или действительно не пили. Но нельзя вот так всё делать, как у нас обычно делается, всё запретить, всех расстрелять, и, ну, вы сами понимаете... Всё понятно, Игорь. Да, Павел, пожалуйста, вот в вашей семье... Есть такой вопрос, если не секрет. В вашей семье на праздники папа с мамой позволяли себе выпить шампанское у вас на глазах? Нет, а, нет, в моей... Когда я был... Да-да-да, когда вы были маленькими. Да-да-да, это было. Было? Вот, сейчас у нас это запрещено. Посмотрите, вот это же не помешало вам стать вполне положительным таким человеком. Да, но у меня столько вообще моих ровесников, которые, ну, совершенно другой образ жизни. Уже, может быть, вели даже, понимаете, уже... Может быть, это всё-таки не от того, что родители... Секунду, вот если бы всё было хорошо в Советском Союзе, никогда бы Горбачёв не устроил бы антиалкогольную кампанию. Это да. То есть это показатель, что не так всё было здорово. А то, что вот он устроил эту антиалкогольную кампанию, это было нормально? Нет, ну, изначально, как бы, идея была правильная, но только она дошла до абсурда. Вырубить все виноградники... Она дошла до абсурда, поймите. То есть у нас часто очень благие вещи, они доходят до абсурда. Вот есть сейчас стопроцентная гарантия, что нововведения, о которых говорят депутаты, не дойдут до абсурда. Вот поскольку Горбачёв нам показал, как можно дойти до абсурда... Мы теперь знаем, где стоят эти грабли, да? Михаил, очень коротко у нас ещё... Вы хотели что-то сказать, и у нас просто... Я хочу людей послушать максимально больше. Я хотел простую вещь сказать. Что такое культура потребления? Все его пугаются страшно. А это, в принципе, примитивная инструкция к использованию. Как правило, уличное движение. У меня личный пример. Пацан, 9 лет. Дядь Миш, а что вот это вот... Можно мне попробовать? Я говорю, ну а зачем тебе пробовать? Подумайте перед тем, как сейчас нам об этом рассказываете. Не-не-не, я расскажу. Это было два года назад. Я сказал, зачем тебе пробовать? Ты не получишь ни удовольствия, ничего. Просто получишь большие неприятности, поскольку у тебя ещё гормональный фон не устоялся. Будет тебе 18. Когда установишься, захочешь, попробуешь. Не захочешь, не попробуешь. Сейчас тебе смысла нет. И он понял. Ему не запретили, он понял. Отлично. А зачем вы при нём? Это доставали коньяк и пили вообще? Если уж он задался таким вопросом. В 19 веке дамы даже куриные яйца называли куриными флюктами. Но дети всё равно рождались. Не надо при детях пить, не надо при детях курить. Если вы сами, им это не желаете. Не надо это при них делать. Извините, резкий анекдот. Павел, скажите мне, будем штрафовать сейчас Михаила? Вот за эти дела. Он сам признался. А уже прошёл срок составления. Ему порезло. Ему порезло. Слушаем Сергея. Сергей, добрый вечер. Алё. Да-да-да, слушаем вас. Да, Сергей, добрый вечер. Да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел... Сначала хотел на вашего предыдущего... Ну, кто с вами говорил, сказать, что он говорит, расширение сосудов. Но если мы знаем обратный волосмос, то, в общем-то, алкоголь из клеток высасывает воду. Потом хочется писать, а на утро хочется пить. Ну, это понятно. Вот. Он не расширяет сосуды, он сужает. Поскольку клетки теряют свои... А, понятно, понятно. И тесто меняется в отношении окружающей соляной среды. Второе. Я считаю, что специализированные спецмагазины, ну, специализированные, это самый лучший вариант. Всё-таки, да? Да, всё-таки так. Ну, вот смотрите, я сразу сейчас, вот по полной... Секундочку, ещё третье, чтобы вы меня не вырубили. Да-да, мы не будем вас вырубать. Так-так-так. Нет, нет, вы... А, ну вот смотрите, какая история. Вот вспомним, давайте Финляндию. Вот мы все прекрасно знали, что финны пьют очень много. Любой человек, который хоть раз в жизни встречался с гражданами Финляндии в Петербурге... В Выборге сначала. Ну, в начале Выборге. Мы это знали. В Финляндии были, если я не ошибаюсь, и даже, по-моему, до сих пор, да, или нет, были. Сейчас, наверное, специализированный магазин, как они, Алько, Алко, как-то они... Ну, это система, государственная схема. Совершенно верно, система государственная. Но это же не останавливало их. Что делали финны? Они садились на паромы, которые курсируют между Финляндией, Швецией и Данией. Ну, это, по-моему, наверное... Напивались там до поросячьего визга. Или, наверное, в Петербург пить. Ну, это разнормально. Так это и причина, почему там госмонополия. Потому что иначе они будут напиваться до поросячьего визга. Так они так будут напиваться чуть подальше от Родины. Но Финляндия, это самогонная страна. Приезжают в Питер ленивые финны. Да, слушаем вас, слушаем, да, слушаем. Ну, подождите, ну, спецмагазины, ну, определить время их работы, не надо повышать цену. Ну, зачем? Ну, понимаете, в чем дело? Это все равно три раза бегать. А, и еще следующее. Я не знаю, конечно, правильно ли нет, но услышал такую сентенцию, что, в общем-то, наш спирт, наша водка делается из спирта. То есть это возгонка. То есть отсекается эта струя паров, и получается действительно, как говорил Василий Иванович, он, да, С2H5H. Да, да, да. А все остальные напитки, типа коньяка, виски, допустим, джинны, все остальные, это продукт брожения. И он в себе содержит, конечно, какие-то эфирные масла и все прочее, но они, в общем-то, отсеиваются, но они все равно там содержатся. Это для организма более естественно, чем это чистый он. Все понятно. Спасибо большое. Дмитрий из Германии нам звонит. Дмитрий, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. В общем, я, конечно, поддерживаю проект, но мне кажется, в дополнение ко всему этому можно было еще немножко добавить. Так же, как, допустим, в психологии, если прием, вредные привычки заменяются, здесь не просто так, допустим, выкорчевывают. То есть одну привычку заменяют альтернативной привычкой. Для того, чтобы просто-напросто механизмы в психике просто не было какого-то вакуума или пустого места. Так же здесь, допустим, мне кажется, подключение людей из-за бизнеса или из-за шоу-бизнеса было бы, в принципе, тоже неплохим приемом, дополнительным приемом. Просто-напросто такое мягкое воздействие еще. Я понимаю. Я понимаю. То есть пропаганда здорового образа жизни, да? Там что-то такое. Но нам все на это нужны деньги, правильно? Нет, скажите, чем заменить. Да, скажите, чем заменить. Спортом и молоком. И молоком. Только нормальным, без антибиотиков. Нормальным молоком, да. Отлично. И замечательно, это вот всякие желания там снимаешь. Отлично. По поводу снятия всяких желаний, это хорошо. Ну, выпить, я имею в виду, естественно. Да, друзья, ну вот вы мне скажите все-таки. Я хочу понять. Вот ограничения, вот этот путь, по которому мы пошли. То есть мы ужесточаем, ограничиваем и так далее. Ну, вот до 21 года. Хорошо. На бумаге все здорово. Нет 21 года. До свидания, мы тебе ничего не продаем. Но они же пойдут к таксистам. Вы помните эти советские времена? Ты останавливаешь машину, решаешь все проблемы. Они пойдут вот к этим товарищам, про которых Михаил нам рассказывал. Они пойдут еще куда-то. Мы же не остановим этих людей, которые захотят выпить. Я правильно понимаю? Это правильно, но преждевременно. Может быть еще что-то? Вводить преждевременно, потому что у нас только полтора, даже еще меньше, чем полтора года назад, исчезло пиво с телевидения. Реклама пива. Исчезло, да. Тем более, что к нему лояльное отношение всегда было. И еще никто не знал, что в нем есть алкоголь в правительстве, понимаете? Там лет 10. Поэтому сейчас, конечно, нужно подождать, пока переформируется сознание. Сейчас это действительно приведет к этим последствиям. Ситуация очень простая. Сухих законов всего было 6. Из них 3 в России. Значит, все сухие законы привели к тому, что появляется организованная преступность. Начинается резкое распространение... Вспоминаем Америку. Да. Резкое распространение наркотиков. Ага. Ну вот стоп. А теперь Финляндию. Стоп, стоп, стоп. Давайте Финляндию. Когда в Финляндии был сухой закон, был такой период. Туда контрабандисты волокли спирт. Чуть не подводные лодки нанимали. Сегодня Финляндия это самогонная страна. И для них что не продается в магазине, что не продается в магазине, это все ерунда. У нас практически ситуация повернута сверху на голову. Наступается точно на те же грабли, на которые наступали шесть раз в истории, и все провалилось. Пропускается один момент. Почему-то у нас запрещают и спасают страну. А не надо спасать страну. Это просто-напросто специфический продукт, потребление которого требует умения. Вы знаете, что 200 грамм соли обыкновенной, это смертельная порция для человека весом до 80 килограммов. Что-то я не помню запрета. Понятно. Все зависит от того, сколько употреблять. Что зависит от того, как знать. Да, я понимаю. Вы тоже сравнили соль с алкоголем. Теперь послушайте. Вы соли много съедите? Нет, это к тому, что и вода обычная. Михаил про это. Что и обычная вода, если ты ее выпьешь, я не знаю, 100 литров, умрешь. Михаил, но все время представители вот той части общества, которая против этих ужесточительных мер, да, со стороны государства, нам поют одну и ту же песню. Ребята все уйдут там, я не знаю, в тень. Все пойдут там за самогонными аппаратами. Все пойдут там пить суррогаты. И, и, все уйдут на наркотики. Все время нам говорят, что будет рост наркомании. Где этот рост на секундочку? Мы только за прошлый год, за прошлый год, приняли несколько вот этих ужесточающих шагов. Где у нас наркоманы? Стоп, 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 стоп. Спросите вот антинаркотическое, этот самый, комитет вот этот антинаркотический. По его председателю сказал, что выросло 8 раз потребление наркотиков. Вы это связываете, вы это связываете исключительно с тем, что мы увеличили цену на бутылку водки. Не-не-не, я в принципе говорю, какие-то, понимаете, неправильная идеология, сама идеология. Ограничения, которые принимают по продажам детям, абсолютно согласен. По наказанию, абсолютно согласен по продажам детям. По спаиванию молодежи, абсолютно согласен. Но запрещать бессмысленно. Для этого нужно запретить всю парфюмерию. Для этого нужно запретить все пирожные. Хорошо, понятно. Осталось две минуты, Павел, буквально. Вот я сейчас сформулирую вопрос, вас же процитирую. И вы мне ответите, да или нет. Смотрите, это же ваши слова. Госмонополия едва ли позволит государству пополнить казну большим количеством средств. В 2013 году ожидается примерно 270 миллиардов рублей поступлений в госказну от акцизов. Плюс еще 18% от НДС. Думаю, что по большому счету, даже введя госмонополию, в пределах 300 миллиардов мы так и останемся. Немножко некорректно от цитата, там был вопрос, в чем это приведет к дополнительной выгоде для бюджета. Я говорю, нет. Нет. Значит, идея в том, что ограничить потребление, то есть добиться выполнения тех ограничений, которые установлены по возрасту, по времени и так далее. По ценам, по легальному алкоголю. То есть государство должно стать администратором. То есть чиновник не может быть заинтересован в том, что увеличить объемы продаж. В то время как коммерческие магазины, они заинтересованы, естественно, они от этого получают прибыль и выручку. Вот в чем разница. То, что есть заинтересованность, нет заинтересованности. Хорошо, все, я понял. Но знаете, что я вам скажу, друзья? Во-первых, результаты голосования у нас осталось 50 секунд. Значит, 53,85%. Ну, будем считать, 54% за то, что была введена в Россию госмонополия и появились специализированные магазины. Ну и, соответственно, 46% против. Мое мнение. Мне кажется, что порядок с этим наводить надо. Совершенно очевидно, что нужно что-то делать, чтобы наши люди меньше пили. Но одними запретительными мерами мы не обойдемся. Необходимо целый комплекс мер. Совершенно верно. Нужно заниматься досугом молодых, в первую очередь молодежи. Нужно каким-то образом создавать рабочие места, улучшать экономическую ситуацию в регионе. Иначе все это мне, знаете, что напоминает? Инициативу ГИБДД. Обвесить весь город вот этими камерами, которые за скорость, да, на штрафуют. Но при этом не ставить предупредительные знаки, что стоит эта камера. И отсюда сразу вывод, что главная задача у гаишников не безопасность нашего движения, нашей с вами жизни, а просто пополнение бюджета. Понимаете? Все, спасибо еще раз. Всем встречаемся через неделю.